Доброго времени суток, мой дорогой зритель. Я очень рад, что ты зашел именно на мой канал, кликнул по этому видео. Я думаю, ты насытишься полезной информацией, узнаешь всего много нового. И, конечно же, не забудешь глянуть ссылочки в описании. Все они весьма информативные, и там присутствует очень много живого общения. Если ты, конечно, сам проявишь инициативу. Ну что ж, приятного просмотра. Компания Blizzard добавит нам новые игрушечки. А именно три штучки, которые мы сможем купить в магазине. Это весьма интересно. Но что же пишут нам по этому поводу? А пишут нам то, что чемпионат, Arena World Championship и MDI развиваются. И нам хотят предоставить новую возможность поддержать любимые игры, заодно повеселиться. В скором времени будут добавлены две новые внутриигровые игрушки. Часть средств, полученных от их продажи, пополнит призовые фонды обеих киберспортивных программ по World of Warcraft. Ничего не напоминает? Не знаю, как вам, но мне чуточку отдается отголосок другой игры. Это на самом деле даже неплохо. И мы не будем раздувать из мухи слона. Вспомним, сколько были прошлые награды по Arena World Championship и MDI. Ну, на самом деле, суммы относительно небольшие. Люди трудятся, люди стараются, выбивают абсолютно все кдшки по секундам, планируют свои какие-либо пути в Mythic Plus Dungeon, подстраиваются под модификаторы, которые им предоставляют разработчики, а получают, собственно, на пятерых с учетом еще каких-либо срезов, ну, не особо-то и много. Таким образом, если достаточное количество людей, коллекционеров, купят какие-либо различные игрушки, да даже хотя бы одну, это уже неплохо. 10 долларов это все дело будет стоить для регионов, у которых основная валюта доллар. Ну, а для нас цена будет составлять 549 рублей. Собственно, аналогично, как и цена подписки на один месяц. Приобрести игрушки можно будет весной, так как призовые фонды финальных лам турниров будут пополняться точные размеры денежных наград, мы сообщим позже. Ровно 25% от суммы покупки будет внесено в призовой фонд турниров. Это весьма неплохо. С помощью этой замечательной игрушки можно будет стать, например, черноруком. Это, в принципе, достаточно неплохо. Мы будем превращаться в какого-либо случайного образом невероятного противника. Казалось бы, что это самые обычные фейерверки, но на самом деле вся суть этих фейерверков состоит в том, что выпускать их можно будет только над трупами человека из какой-либо фракции. Фейерверк Орды можно будет запустить только над телом погибшего игрока Альянса. А фейерверк Альянса можно будет запустить только над телом погибшего игрока Орды. Покупать или не покупать эти игрушки, выбор конечно же за вами, пополнять или не пополнять казну призового фонда турниров, также выбор за вами, я же желаю вам счастья, здоровья, ну и конечно же, берегите ноги.